грязный ужас где вы так полазили там мы сейчас сыворотку завезем и от пред мои дорогие сегодня мы приехали здесь у нас рядом от нас а здесь держит тоже хозяйство они своем если у них уточки гуси козы поросята кролики куры в общем хватает полно полно хозяйства у нас очень много сыворотки очень много у них спросили вам надо сыворотка не сказали да мы возьмем и вот мы сейчас привезли им сыворотку два ведра такие гусики да уточки такие интересные нет интересно серая порода вот что это за уточки вот эти темные тоже не помню как они называются эти итальянские гуся знаю а вот уточки такие интересные красивые да знаете ли вы о том что рим спасли гуси там козочки у них расспрашивали по поводу того что почему продать молоко козье молоко продают по 300 рублей литр 6 смотри у них там в кастрюлях что-то дымится на порося там готовят зашли мой магазин купить мел и здесь смотрите какой фартук шикарный я так люблю слонов и когда увидел его я баблела какой классный какой красивый какие слоны супер все разные-разные расцветки не ну словно это конечно нечто каждый раз к смотрю наступы я вот думаю и хочется и колется каждый раз здесь вопрос нафиг нам не надо ну так хочется с одной стороны такие классные что леди горшок не нравится решили мы взять простой вот такой вот такую губку это я взяла в машину чтобы было тут ромка включатель купил и интересно 1,90 стоит другой 70 не знаю чем они отличаются и вот такое вот средство взяли от комаров и от мух это чтоб участок отбрызгивать прям видео зашли здесь конечно это кофе есть вот который мне очень нравится но на него скидки пока нет жалко конечно гарантию лучше цены я так надеюсь что мы зайдем и это кофе здесь будет со скидкой но нет посмотрим но тут лежит и красный и синие по одинаковой цене красным красная потому что здесь это рабаста просто это а здесь чисто радик чисто радика конечно 1400 но она вкусно из всех она мне больше всех понравилось это кофе вот большой них выбор для кофе вот смотри скидкой опять потом знаете скажет вас кофе 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 это называется у кого что болит мультика квадратная на хлебопечку похоже а наши нет под заказом мы свой заказывали да на этой варочной панели такие чашечки но она даже неудобно мне кажется так слушай потому что знаешь когда сенсор не просто лучше удобно знаешь так вот даже что то отставляешь когда что она нашли потом мыть предсказать тебя выкипи вот тут и сюда вот залилось и там же по-любому но да потом грязь будет резинка вы как бы вычищать потом отсюда это все богатство ты считаешь что это уже тоже думает а мыслит как как и случае выкипел как вытирать поэтому чуть не могу понять почему нету с таких вот с разными этим да есть как-то утятница здесь как-то мне кажется чем на есть нужно на кашу таки как у нас не кажется удобней она знаешь смотри вот ну да странно как тут не видно что кнопочки были какие-то дополнительные смотри здесь для кофе варки я прям кофем она для кофем у нас надо и вытяжки конечно вытяжку нам тоже надо но нам на такую которая с фильтром нам надо что мы не можем сделать вытяжку нормально нашли мы здесь одну похожую на нашу плиту вот она она вот их несколько но у них и ценник смотри уже какой 30 рублей 32 33 рубля это чтобы панель на духовках 22 такая же как как у нас да заходили мы сейчас в мвидео и мы заказывали крышку на ромкину камеру вот эта крышка покажу это вот маленькая не знаю что это вот вот это вот ерундушечка вот это ерундушечка маленькая защитная на объектив стоит две с половиной тысячи только вдуматься за что и удивительно что обыскала я весь алиэкспресс нету нету вот это вот фигнюшки только фирменную покупать как так не могу понять может быть неправильно как-то я искала но две с половины если не использовать то то соответственно быстро очень потеряешь объектив чё поцарапал все камеру на выбор мы конечно пробовали делать защитный бокс который для воды мы сделали там дырочки но все равно как-то звук не очень хорошо пишет поэтому мы все-таки заказали уже долго мы ждали все нам дали какой-то скидку до 1000 рублей но можно и рассчитываться с чеком от двух тысяч и не более 50 процентов то мы зашли в светофор кашель собак взяли сейчас посмотрел этот гранатовый сок мне понравился его состав на удивление здесь написано что состав гранатовый сок сахар вода попробовать надо гранатовый сок конечно же удивительно 36 рублей всего смотрите что сегодня купили сейчас покажу немножко отойду наверное что было лучше мне видно мы заходили сегодня светофор и немножко вообще мы заезжали за кашами для собак показывала вам его стояли возле кассы и показывала сколько мы набрали я люблю конечно очень гречку а братья для собак это удобно прошлый раз мы нашли вы тоже была светофор и мы взяли классно дешево в этот раз гречки дешевой не было взяли мы обычную но чем я люблю гречку тем что ее можно не варить я заливаю сывороткой она набухает и отлично для собак полезное правильное питание сегодня взяли пшенку по моему он взял рома брал кашу не смотрела какой он взял он прям много много всего взял значит что мы взяли я когда бывает в светофоре не всегда но бывают это вот такие вот мармеладки их детишки очень любят вот эти мармеладки и не всегда но покупают сегодня еще первый раз мы взяли попробовать вот год большую коробку и здесь такие вот маленькие прянички на самом деле они какие-то внутри но сейчас одна сломанная есть как а какой-то варенье что ли вкусные такие штуки рома любитель тушенки и мы взяли уже разную-разную брали пробовали из всех видов тушенок ему понравилось больше всех это вот это вот тушенка стоило она что-то 80 чем-то рублей но она на самом деле мясная на самом деле хорошая здесь триста двадцать пять грамм масса не то не то значит и вот это ему тушок он раз он дал четыре банки три еще живые одно он уже скушал нет-нет беру вот такие вот каши овсяные они конечно не сказать что они полезны потому что в них очень много сахара здесь пять штучек но когда нет времени готовить то очень хорошо спасает или было такое что допустим ты приготовил детек не хотят и и год нам лучше кашу все хотите кашу заваливать кашу из таких пакетиков взяла лимонную кислоту лимонная кислота мне надо я варю моцареллу когда мне нужна лимонная кислота для моцареллы и еще когда я делаю крем для торта то там тоже кладется лимонная кислота поэтому взяла лимонную кислоту ванильный сахар два пакетика я конечно искала ванилин потому что ванильный сахар дорого получается покупать лучше покупать ванилин в итоге экономичнее халву халву ем только я больше у меня и никто не ест но иногда хочется и прошлый раз получилось так что ее открыли я немножко съела и она потом заветривалась как начало таять в итоге еду ели собаки он мне не бери много я так я одну себе взяла халву напишите как вы относите к халве не знаю я люблю халву а вот такие вот вязаные перчатки здесь 5 пар они были дороже чем обычные но я думаю что они будут более экономичные восемь рублей полно стоит эта пачка потом взяла вот такой вот крекер он идет классический просто классический крекер не знаю не пробовали мы его взяли первый раз и вот такие вот говорушки маленькие печеньки говорушки мы их уже берем до их не брали а привозил их дедушка хорошее печенье вкусное единственное что меня дети все норовят взять в комнату но это лишние крошки это вот единственное так интересно на стол насыпать в пиалочки они хорошо смотрят вот такие маленькие печенья но и вот эти вот тоже будут хорошо смотреться в пиалочке раньше я покупала вот этот гранатовый сок он мне нравился все было чудесно но потом производители так сказать я пронюхали то что люди поверили что это гранатовый сок и начали толкать мягко говоря барматуху и когда начинаешь читать состав там состав был так яблока еще что-то и где-нибудь там в конце составе чуть ли не гранатовый сок здесь когда я увидел гранатовый сок я стоял он стоял возле кассы я подошла такая на него долго смотрел потом думаю возьму ка я посмотрю состав конечно же думала сейчас будет сто процентов яблочный сок но в этом вот именно вот в этом гранатовом соке вот такая вот этикеточка и здесь идет что это качество из азербайджана сто процентов по тум то есть гос написано гранатовый напиток осветленный с добавлением сахара состав гранатовый сок концентрированный сахар и вода вставляете и вода находится на последнем месте то есть первое все-таки гранатовый сок стоил он 30 чем-то рублей если будет вкусно то обязательно еще возьму такой сок для детей губки вот такие вот металлические в целом они не сказать что они жесткие здесь их наверно 10 штучек прям такие вот ну объяснять для чего хозяйкам я думаю не стоит какие-то вот таким махровые носки вот такие вот теплые носки это я взяла ромки одни и одним такие вот взяла себе детских не было там носочков персики там в овощном взяли вот такие вот зеленый нектарин он на самом деле сладкий вкусный есть такой серьезный недостаток жизни на севере это то что сюда везут овощи в зеленом собранный в зеленом состоянии естественно у них нету сладости вкуса чаще всего они как ватная трава брали мы персики и они знает были такого вкуса ужаснейшего правда ужаснейшего вкуса были откусываешь они безвкусный катого то ваты сегодня увидела вот эти вот персики волосатые я когда их увидела они очень красивые так и так же как в прошлый раз я тогда брала монетки их очень красивые были персики и а на вкус никакие. А вот эти вот персики я их увидела. Вот такие вот красавчики. И мне разрешили попробовать. Потому что мы на точке, куда мы постоянно ездим возле монетки на магистральной. Мы просили попробовать. Он, конечно, выберите, пробуйте. И мне Ром кидал. И ты его откусываешь, и с него сок течет и аромат персика. Я взяла еще вот этих персиков. Хотя, когда мы уже рассчитались, я еще взяла этих персиков. Пакет яблок. У нас когда я росла в детстве, у мамы всегда были дома яблоки. То есть даже в советские времена, в 90-е годы, в советские, наверное, в 90-е годы, будет правильно сказать, когда даже было очень тяжело, родители старались, чтобы у нас всегда были яблоки. Всегда. Могло быть не быть чего-то другого, но яблоки были всегда. Модель семьи, к которой я привыкла и которую видела в детстве, то же самое стараюсь и я. Яблоки у нас есть всегда. Что-то другого может не быть, яблоки есть всегда. Также взяла пакет вот таких вот груш. Пока дошла до съемки, осталось их здесь всего три штуки. Так, тут у меня сто пакет огурчиков. И вот такой вот сетево-фильтр взяла. Ну, винтик, эрукновенные. Это тоже взяла в монетке. Также в монетке еще взяла чербет. И вот такой вот мармелад красивый. Взяли мы хлеб, потому что часто нас спрашивают, как вы едите без хлеба. Нет, мы иногда кушаем хлеб. У нас бывает такое, что хочется в охотку и съесть какой-то бутерброд с маслом, сыром, к примеру. Либо любим мы такой бутерброд. Это, конечно, очень вредно, но обожаем вот такой бутерброд. И дети так их любят. Это хлеб, потом сверху немножко майонеза, огурчик, кусочек огурца и колбаска. Сверху самое вкусное это сырокопченое. И это очень-очень вкусно. У нас такое блюдо любят все. И еще то, что не показала, это пакет сушеной кураги. Мы когда были у бабушки, то у нее была курага и Лидочка с огромным удовольствием ее кушала. И поэтому я решила взять пакетик. И я думаю, что она ее будет кушать. По чеку. Может быть, кому-то будет интересно. Поставите на паузу. И все это у нас весь чек у нас получился на 2700. Вот такие вот у нас сегодняшние покупочки. Спасибо вам большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки. Буду вам очень благодарна. И на этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok